Когда вот минус 4, минус 6 было, и соседки, и я разговаривали на другой день, и говорили, что в шапках спали. Вот так было холодно дома. Утепляются как могут, даже маской. Здесь не против вируса, а ради тепла. Жителей дома номер 9 по улице Балтийской с начала отопительного сезона согревают газовые плиты и обогреватели, дополнительно накручивая стоимость и без того дорогой коммуналке. За месяц приходится платить от 5 тысяч рублей. Ну, когда газом топим, в этом месте много. А так этот самый. У нас колонка. Сейчас на улице теплее, чем в доме. Об этом говорят жильцы, в котором живут как дети, так и пенсионеры и инвалиды, страдающие от безразличия ответственных лиц. Выяснить, кто виноват, несложно. Тепловые сети отрапортовали. С их стороны работа вся выполнена. По показателям температура воды на 7 градусов превышает норму. Мы принимаем все возможные меры. То есть, вот опять же, у нас есть границы разделов в цокле здания. То есть, мы принимаем все меры для того, чтобы у вас, так скажем, было тепло. Но далее вот сфера ответственности – это вот управляющая компания. Которая не выполняет обязанности, но регулярно требует плату за услуги, будучи банкротом. Деньги якобы идут на покрытие долга организации. При этом долг не только денежный. Дом рассыпается, дыры в полах и на крыше. Проблемных моментов не устраненных. У Ка множество. Впечатление такое, что комфорт жителей – последнее, о чем задумывается руководство перед наступающей зимой. Вчера почему не подошли? Позавчера почему не подошли? Я еще раз говорю, у меня есть другие задачи, которые у меня ставят руководство. Но вчера я был в совещании Черепана. Опять дом сливали, опять запускали. Даже если хорошо, даже если воздух. Дом спущен и снова запущен был позавчера. И до сих пор отопления нет. Да, батареи стали в нашей квартире теплой, в других нет. И я этого слесаря спросила еще, говорю, вы дошли до других квартир? Вы спросили, как у людей? Он говорит, нет, мне уже некогда. ГУК Заволжского района – одна из проблемных у Каульяновска. Признают это и в городском управлении ЖКХ. Обещают помочь перевести дом под крыло добросовестной организации и решить вопрос отопления в кратчайшие сроки. С нашей стороны, для контора, с работы управляющей компанией, мы направились инженеров в службу 05, чтобы это все происходило под их контролем. То есть в планах сегодня на данном доме проблему устранить и пуск тепла произвести. Замерзнуть не дадут. Теперь ситуация и под контролем журналистов. Профильным министерством мониторинг температурного режима ведется ежедневно. Информация о сбоях поступает в Центр управления регионом. Большинство аварий – это ответственность управляющих компаний, в чьи обязанности входит в первую очередь забота о людях, а уже потом – прибыль. Маргарита Матюшинская, Юрий Тимонин, репортер 73.